Всероссийский спортивно-образовательный форум, стартовавший перед Олимпиадой, уже в восьмой раз собирает талантливых ребят. На этот раз в Сочи приехали около 200 воспитанников кадетских классов из 14 регионов страны. Эти дети с очень большим желанием и вниманием приехали в город Сочи для того, чтобы показать всё, на что они способны. Самая главная наша цель – это формировать чувство патриотизма у подрастающего поколения. А помогают в этом юным дарованием традиционно почётные участники проекта – это известные спортсмены и лётчики. Посещение единственного в мире чудо-дерево, на котором сделано более 600 прививок представителями 169 стран мира – неотъемлемая часть воспитания патриотизма и изучения истории. Вот моя веточка, которая год уже растёт. Сами видите, какая пушистая. Значит, всё правильно сделал, привил. Вот веточка Саутина, моего партнёра, напарника. Тоже всё в отличном состоянии, всё очень замечательно. Поэтому всё супер. Веточка цитрусового фрукта помыла олимпийские чемпионы привили год назад во время такого же визита в сад вместе с участниками форума «Олимпийская завтра России». И вот теперь на дереве мира появились ещё три новые прививки. Свой след в истории таким образом помимо Игоря Лукашина оставили воспитанники одной из московских школ и герой России Владимир Алимов. Конечно, волнительно хотя бы из-за того, что твоя маленькая частичка останется именно в этом парке. Приятно же, когда тебе будут, может быть, подсознательно всё равно, как бы ни говорилось, приятно, когда тебя помнят. Помнить о визите героя и чемпиона будут и в спортивно-оздоровительном комплексе «Спутник», где на аллее героев был высажен гималайский кедр. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».